The original link to the video will be in the description down below. Из-за 68 долларов и 33 центов. США. Самый тупой скандал в истории киберспорта. Итак, неделю назад я в личных сообщениях получил информацию об австралийском игроке в Rainbow Six Siege, которому организация задолжала деньги. Окей, я в деле. Обычно, когда вижу такие вещи, сразу начинаю выяснять. Неделю назад, когда делал материал о скандале с командой Low Key. Тот материал, о котором сейчас говорит оратор, это скандал с одной известной киберспортивной организацией аж на шестизначную сумму. Если будет время, я переведу очень интересный материал. Который задолжал своим игрокам и работникам по всему миру 137 тысяч долларов. И этот скандал явно не из-за этой серии. Здесь разногласия. Из-за почетной суммы 100 австралийских долларов. Но я не забил. По какой-то причине я решил погрузиться глубже в эту ситуацию. Мне прям очень нравится тема публичного скандала. Из-за суммы равной 68 долларов и 33 цента. США. Если вы хотите увидеть разоблачение лютой чернухи, которая происходит в киберспорте, мы до сих пор этим занимаемся. Но мне хочется рассказать вам об этом. Потому что, насколько маразматически не звучала фраза «всего 68 долларов», на самом деле это очень любопытная история. Я уже говорил об игроке и организации, замешанных в этой ситуации, поэтому предлагаю вам окунуться в загадочный мир австралийского Rainbow Six Siege. Все началось с декабря 2019 года. Парень по имени Тодд Фрэнсис, да, именно он, выложил классический для киберспорта длиннейший пост о причинах ухода из команды Oddity Esports. Для справки, Oddity Esports был осознан в 2018 году, и с тех пор они были в таких дисциплинах, как Paladins Rainbow Six, Mortal Kombat и даже Crunker. Если говорить о команде по Rainbow Six, то она участвовала в профессиональной лиге и заняла третье место в 10 сезоне азиатско-тихоокеанского дивизиона. Именно это призовое место помогло ребятам получить 2500 долларов, что в 36 раз больше тех денег, из-за которых произошел скандал. Но да ладно, все началось с конфликта в команде, после чего они решили исключить из команды парня под ником Винни, и Тодд решил, что с ним ухватит. Тодд сказал, что мне не нравится, как все это решается, я ухожу. На этом моменте период до заявок в команду уже закончился или должен закончиться. Поэтому Тодд самолично на какое-то время оставляет себя без команды. Тодд и Oddity стали обсуждать условия расторжения его контракта. В подтверждении этого Тодд выставил счет организации на 100 австралийских долларов. По условиям контракта Тодд имеет возможность получить компенсацию в 50 долларов в неделю за расходы по питанию и прочему на лан-турнирах, защищая цвета команды. Окей, он подтвердил две недели за участие в двух турнирах, Melbourne Sports Open и Ubisoft XP. Вот здесь пути начинают расходиться. Oddity отвечают игроку на выставленный им счет и говорят нет. Они сказали, Тодд, здесь две проблемы. Во-первых, у тебя есть чеки только с одного турнира, а это всего 50 долларов, а не 100. Во-вторых, ты нарушаешь условия своего контракта. Ты не писал три раза твит о наших спонсорах, о чем мы тебе как раз говорили. Да. Часть этого разногласия включает отказ Тодда писать три раза посты в течение одного месяца, о спонсорах команды Oddity. На основе поста из двух с половиной тысячи слов, выпущенного Oddity, Тодд согласился сделать три поста, чтобы выполнить условия контракта и на этом закончить. На этом моменте мне хотелось бы прочитать вам самую любимую часть этого очень, очень большого текста. Поверьте, если бы мы удерживали игрока из-за трех постов в соцсетях, как мы обсуждали до этого, получилась бы ситуация, при которой организация нагнула бы вас. Игрок затем сообщил, что мы хотим использовать жизнь всем, вместо того, чтобы подпортить ситуацию люди, которые изначально ее затеяли. Очевидно, что у нас нет задачи нагнуть всех, и мы хотим лучших условий для наших игроков, команды и организации вообще. Я долго сжал, когда первый раз это прочитал. Не из-за того, что я сомневаюсь в правдивости данных заявлений, а из-за того, в каком тоне они написаны. Я спросил у Тодда, почему ты не сделал эти три поста? Он ответил, что не знал, получит ли он 100 долларов в случае, если он сделает эти три поста, или нет. И он их не сделал. О чем он должен был сделать спонсорские посты? Либо о вяленой говядины, либо о периферийных устройствах, или обгене с кристалл. Если честно, все это не так плохо. Почему мы не можем спонсироваться, производить говядины говядины? Окей, забудем на секунду о постах. Что же насчет недостающих чеков со второго турнира, которые помогут получить те самые 50 австралийских долларов? Тот говорит, что да, у него нет на руках чеков, но есть банковские выписки, которые подтверждают, что он покупал еду. Да, и надо сказать, что я видел этот контракт, и читал тут пункт с компенсацией, и технически там говорится, что выплата производится, если организация получит необходимые чеки. Но явно не банковские выписки. Во время этого конфликта было написано три огромных текста между Тоддом и О'ДиТи. Если быть честным, то исходит очень подозрительное заявление от обеих сторон конфликта. Но стойте, Тодд ужинал на одном из этих турниров с совладельцем организации. Совладелец заплатил полностью за весь ужин, и потом попросил Тодда заплатить свою часть, что он и сделал. И сейчас Тодд хочет вернуть эти деньги обратно. Потому что если ему надо предоставить чеки команде О'ДиТи, то организация должна предоставить чеки уже ему. Смотрите, претензии Тодда не подкреплены никакими контрактами, но вы должны представить, вы владелец киберспортивной организации. Даже если вы совсем маленький, приглашаете игрока на ужин и платите за это, вы реально будете просить вернуть деньги? Представьте, если мой босс, исполнительный директор компании Score, подойдет и скажет, «Эй, Колин, приглашаю в Red Lobster, не беспокойся, можешь потом скинуть мне деньги через PayPal». Странновато получается. Итак, какая у нас ситуация? Тодд ушел из О'ДиТи eSports. Дальше Тодд им выставил счет на 100 долларов. О'ДиТи, пошли в отказняк. У тебя нет правильных чеков, плюс ты не выполнил условия своего контракта. Иди, расскажи о вяленой говядине. Здесь все-таки есть компромисс. Один из владельцев О'ДиТи мне написал, что так как Тодд предъявил правильные чеки с одного турнира, они ему возместят 50 австралийских долларов, это 34 доллара США, если он согласится принять 50 долларов, а не 100. Если говорить серьезно, то мы немножко развлекаемся уже на фоне всей ситуации с такими несущественными деньгами, но это очень интересный кейс для изучения, из которого можно понять, что происходит в локальных организациях, в небольших дисциплинах, где отношения между игроком и командой просто разводились. В этот раз конфликты со 68 долларов. В другой ситуации эта сумма может быть гораздо больше. Итак, если говорить об этом случае, то здесь можно симпатизировать обеим сторонам. Тодд реально верит, что ему задолжали 100 долларов. И у него есть какие-то этому подтверждения. За это можно вважать. Со стороны О'ДиТи и Спортс, они говорят, что максимум должны половину этой суммы, потому что он смог только подтвердить половину того, что он предъявляет, и он не выполнил спонсорские условия согласно своему контракту. И это тоже можно вважать. Из того, что мне говорили обе стороны, никто из них не будет подавать в суд, и я не знаю, будет ли тот забирать свои 50% компенсации. Но несмотря на все, в таком маленьком сообществе, как австралийский Rainbow Six Siege, такой публичный конфликт может повредить всем. Всем спасибо большое за просмотр. Надеюсь, вам понравилось данное видео. Не забывайте подписываться на наш канал, ставить лайки, писать комментарии, также нажимайте колокольчик, чтобы не пропускать следующее видео. Всем до скорой встречи, и всем пока.